Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Смотрите, с одной стороны, я согласен со своим коллегой Кубрищовым Игорем Леонидовичем в том, что у вас явно заниженная смазанка. И есть неуверенность в себе, страхи, возможно, но с другой стороны, можно говорить о том, что у вас с девочкой должна быть намало общего. Тут можно говорить о том, что вас с девочкой очень мало чего объединяет. Если вы понимаете, о чем я говорю. И вот это момент. То есть вы можете, конечно, совершать попытки, вы можете совершать попытки, попытки сколько угодно. Если у вас присутствует такое желание. Но беда вся в том, что при таком, я бы сказал, маленьком количестве общего между вами. Вряд ли может быть по-другому. То есть вряд ли может быть, вряд ли ситуация может быть, по-другому развиваться. Вряд ли, по-другому может, могут складываться ваши отношения. Потому что, простите, но девочка воспринимает вас только как мужчину. Вы воспринимаете ее только как женщину. Вот. А этого мало. Этого мало. Этого мало для выстраивания отношений. Этого мало. Этого мало для того, чтобы выстраивать такие, ну, такие, ну, такие качественные, хорошие, эм, доверительные отношения. Этого очень мало. Если честно, то, откровенно недостаточно. И, возможно, девушка чувствует, что вы воспринимаете ее именно как женщину только, но не как, эм, личность, не как, эм, субъекта, вот, какой-то, какой-либо деятельности. И, потому, и потому она ведет себя так. Ладно. Поэтому задача ваша здесь не в том, чтобы делать какие-то попытки, или наоборот, каких-то попыток не делать, а делать. А ваша задача в том, чтобы понять, что между вами и девушкой общего, и развивать эту сферу. Знаете? И вот, чтобы развивать эту сферу, вам необходимо определиться, как раз таки, со своими интересами. С тем, что вам интересно. С тем, что вам нужно. С тем, что вам хочется. С тем, что вам необходимо. Знаете? Потому, что если вы увидите, что у вас с девушкой общего, допустим, ничего нет, да? Или если и есть, то очень мало. То вы сами не будете настаивать на продолжение отношений. Не будете переживать и париться по поводу того, что у вас что-то не получилось с девушкой то или иное. Вот. Понимаете? То есть, пока что, пока что, наши проблемы выглядят вполне себе закономерными. Только потому, что они не совсем верно расставлены приоритеты. Не совсем верно. Они отражены у вас в сознании, если угодно. И слишком большие отношения вы продаете именно гендерной стороне вопроса, но не межличностной. Вот. Скажем так. И вот это. Это. То, что я хотел бы, наверное, вам сказать. Да. Но в данный момент. Соответственно, здесь. Как. Вы сами понимаете. Нет. Какого-то правильного решения. Вот. Потому что решение нужно принимать в соответствии с тем, что для нас актуально. С тем, что вы хотите для себя. Вот. И поступать именно вот таким образом. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать и то, что я хочу вам сказать сейчас, на данный момент. Вот. Теперь давайте мы с вами разберем текст, который вы написали нам. Значит. Мне 29, она старше меня на 6 лет. Познакомились на отдыхе. Так. Ну, смотрите. Здесь у вас. Здесь получается, что вам нравятся, вам нравятся женщины, которые старше вас. Да. Вот. Вот. Опять же, это не случайно. Вот. В черном того, как вы себя ведетесь. В черном того, что вы тяготеете к тому, чтобы быть ведомым. Да. Вот. Так что здесь ничего удивительного. С одной стороны. С другой стороны, вы познакомились на отдыхе. То, как бы, тоже вызывают определенные вопросы. Вот. Например. Как часто вы знакомитесь с девушками именно на отдыхе. И как так вообще? Говоря. Происход. Понимаете ли вы особенности такого рода знакомств? Потому что они, что-то же особенности, у нее всякого сомнения присутствуют. Эти особенности связаны с тем, как вы друг друга воспринимаете. Вот. То есть, я имею в виду. Например, если вы познакомились на отдыхе, то речь идет, допустим, о том, что вас нужно связывать. Да? Опять. Опять. Дальше. Дальше. Она живет в другой стране. Девушка мне понравилась. Не могу, конечно, назвать эту любовь. Не знаю точно, меня к ней влечет. И она, на мой взгляд, подходит для построения отношений. Ну, смотрите. Что вы здесь говорите. Здесь вы говорите о том, что вам нужны отношения. Вот так вот. И вы ищете подходящую девушку для отношений. То есть, вам, в первую очередь, но не сам человек. И, конечно, скорее всего, вы будете со мной не согласны. Но, когда кто-то ищет человека для отношений. Именно именно для отношений. Повторюсь. Речь идет о его попытках. То есть, речь идет о том, что вы нуждаетесь в отношениях. Ну, давайте подумаем. Почему вы нуждаетесь в отношениях? Откуда? На чем у вас основана потребность и нуждаемость в отношениях? Что значит, что девушка подходит для отношений? Каким критериям она отвечает? Я имею в виду важным критериям. Дальше. Вот, решил приехать к ней в город и остановиться у близких мне людей там. В первых дней, как я сейчас понимаю, она хотела встретиться. Я немного повременил. И через три дня мы встретились. Почему повременили? Провел с ней в городе. Порядка пяти дней гуляли. Бывали на заведениях и так далее. Девушка никакой симпатии не подавала. То есть, просто хорошо. Время проводили. Но при этом она мне звонила почти каждый день, когда я там был. Какую симпатии девушка должна была вам подаваться? По вашему мнению. О какой симпатии вы здесь говорите? О какой симпатии вы говорите? Я не очень понимаю. То есть, вы считаете, что достаточно прошло времени для того, чтобы она уже вам поведала как какую-то более такую вот активную симпатию? Или что? Что вы имеете ввиду? Я просто хочу вас понять. У меня это, видимо, не очень пока хорошо получается. Дальше. Звонил заказатель. Именно это говорит о том, что она к вам тянулась. Вы говорите, что у меня есть к ней влечение, что меня к ней влечет. Я бы хотел получше узнать об этом. Что вы подразумеваете под выражением? Меня к ней влечет. Что вы имеете ввиду? Так, значит, сигналов, как обычно девушки подают, я особо не замерзал. О каких сигналах вы говорите? Здесь вы проявляете некую тревожность, уделяя внимание деталям. Таким деталям, как расширенные зрачки. Хотелось бы спросить, вы всегда обращаете внимание на такие детали? Так же. Хотелось бы спросить следующее. Были ли у вас отношения с девушками до этой теории? Если да, то по какой причине не складываются. Поэтому перейти к действиям я как-то не мог, смотрел по обстоятельствам, чтобы выбрать подходящий момент. Но, если вы не говорите вопрос, вы по какой-то причине ждете, что девушка сама первая проявит к вам, ну, скажем так, симпатию. После чего вы уже сами могли бы, ну, совершать какие-то шаги по отношению к ней. По какой причине, по какой причине, по какой причине, по какой причине вы считаете, что девушка должна это делать первая? Попробую. Дальше. Что значит, я не мог перейти к действиям? Что вас останавливало от этих действий? Так, значит, не знаю точно, я столько всякой ерунды лишней наговорил, как болван. Хотя такое у меня крайне редко происходит. Ну, опять же, по всему, как болван. О какой ерунде вы говорите? Откуда это обесценивание идет с того, что вы делали и говорили? Понимаете ли вы причину обесценивания? Из того, что я заметил, она говорила не провожать ее, мол, не любят, когда ее провожаю. Но в целом, не всегда, но мне удавалось это сделать, убедив определенными аргументами. Смотрите. Здесь вы говорите про некий элемент завоевания девушек. И, если честно, это не очень хорошо. Потому что завоевание ведет, ну, к некому обесцениванию от этого человека, как личности к некому обесцениванию. Как индивидуум. Вот. И это проблема. Дальше. Потом мы не помню, о чем завели разговор. Она сказала, что привыкла быть одна. Но это выглядит как защита. В общем, как я понимаю, она меня во френдовину скинула. Нет. Это вы говорите о том, чего вы сами боитесь. Я, конечно, сделал жалкую попытку сказать, что могу на празднике приехать в новогодний и вместе проведем. Но она ответила, что не знаю. Если к родственникам не ведет, то можно. Почему? Жалкую попытку. И опять же, как вы сами понимаете, между вами не хватает связи. Не хватает общего. Так как ни разу даже в губы не поцеловались, она вечно щеку подставляла. А вам не кажется, что несколько... РАМА. Несколько доропитесь-торопитесь вы. Я вообще как уехал обратно в свой город, я написал, что готовый больше с тобой провести времени и хотел же ощупить. Она просто улыбки отправила. Не воспринимает всерьез вас. Что неудивительно, учитывая, что она старше. Повстанялась в дурака. Снова идет обесценивание за себя. Но вы не выглядите... Понимаете, вы ведете себя с ней не как мужчина. Ведете себя с ней, как скорее, такой, знаете, юноша. Она чувствует. Чувствует вашу робкость. Чувствует, что вы не уверены в себе. А ей нужен мужчина более уверен. Вот и все. Теперь, как и ранее, коротко сухо отвечает на сообщение, как это приездо в ее город было. Ну правильно, потому что вы уехали, она не рассчитывая, что вы больше приедете. Вот. Пойдем, по крайней мере. Так, так. Уважаемые эксперты, как лучше поступить? Как лучше поступить, чтобы что? Я, как понимаю, что лучше всего забыть, хотя испытывать не какие-то чувства, как и... Ну кто насильно мил не будет. Хотя очень большое желание следить вновь и попробовать снова. А сделать что попробовать? Если вы не измените отношения к себе, если вы не поменяете реактор вашего общения, если вы не будете выстраивать фундамент отношений, что пробовать? Знаете, что пробовать? Вы либо становитесь более решительны и привыкаете к тому, что, чтобы брать на себя ответственность за девочку. Вот. Вот. Решительно и... Лицо компромиссом. Чтобы она четко давала на ответ, сказала, что нет, я с тобой быть не хочу. Либо вы формируете базу для общения. Вот. По-другому просто не получится. Так что смотреть, решать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.